А чего их собственно судить? Ведь не они же принимали законы. И насколько судьи должны защищать законы своей страны, а если они не защищают законы своей страны, не являются ли они предателями? Что важнее, интересы страны или вот каждый конкретный человек? До сих пор война продолжается почти год, а мы до сих пор слушаем, что люди вне политики. Значит, вы думаете, что мы все такие? Что мы все об этом знали? Что мы хотели убивать женщин и детей? Вы в это верите? Верите? Миссис Берхфорд, я уж сам не знаю, во что верить. Боже, вы сидите со мной здесь. Как же вы можете допустить, что мы знали? Вы ничего не знали. Мы ничего не знали. Я прихожу к выводу, что никто в этой стране ничего не знал. Друзья, всем привет. На связи Аппаратная и ее ведущие Света Аванесова. И Павел Дмитриев. Завершаем 2022 год и антивоенный сезон нашего подкаста фильмом «Нюрнбергский процесс». 1961 года. Режиссера Стэнли Крамера. Да, такой черно-белый. Прям вот это классика. Зато 11 номинаций на Оскар, 2 статуэтки, лучший адаптированный сценарий и лучшая морская роль. За роль адвоката нацистов. Максимилиан Шелл. Ну что, понятно, наверное, да, почему мы решили именно им закончить. Потому что мы постарались обсудить через фильмы разные аспекты войн, как их режиссеры подавали. И вот фильм, в общем-то, не о войне, но уже о судебном процессе над теми, кто сделал возможным начало этой войны. И причем этот фильм не о военных даже преступниках, а о судьях, гособвинителях, ну там, в общем, суд и прокуратура. Вот над ними суд. Там вот всего 4 подсудимых есть вот на этом малом нюрнбергском процессе. Как мы знаем, после большого нюрнбергского процесса было еще несколько малых. Не самый, да, большой суд. Это 1948 год, когда уже, в общем-то, суды, по крайней мере, по фильму нам так рассказывают, что суды над немцами, над фашистами уже не настолько популярны. Это такой, наверное, суд совести получается. Потому что по ощущениям, вроде как, он очевидный. И очевидно, кто виновен, а кто нет. Но при этом, мне кажется, что режиссер Стэнли Крамер здесь нам ставит перед героями этого фильма, перед судьей, которому предстоит судить своих же коллег. И перед зрителем такие очень непростые моральные, этические дилеммы. Ну да, в общем-то, там такой звучит вопрос, а чего их, собственно, судить? Ведь не они же принимали законы. Да, они судили по законам нацистской Германии. Но не они приняли эти законы. Они как-то, ну такие, вроде как были вынуждены, что им делать. Вот закон, вот он такой. И если это закон о стерилизации человека, или там об отправке в лагеря смерти, то не они вроде как его приняли, а просто, ну вот да, обвинитель. Ну вот да, судья. И вот как бы, за что их судить? Ведь адвокат вот этот нацистский, ну он уже не нацистский, но вот он защищает тех нацистов. Он спрашивает у судьи, что, собственно, ну а за что? Вот такое вот время было. Да, он задает такие очень правильные вопросы. Я про это и говорю, что, знаешь, с одной стороны, ощущение, что вроде как понятно, все виновные, всех нужно наказать. Но когда в зале суда начинает выступать адвокат Максимилиан Шелл, который как раз получил Оскар за эту роль, конечно, становится как-то все не очень очевидно, как будто бы. И такой тоже интересный вопрос, который он задает, и, наверное, вопрос, который нам придется задавать, вопрос и тема коллективной ответственности. Он же говорит о том, что если на скамье подсудимых сейчас судьи, то, наверное, тогда на скамью подсудимых нужно посадить всех. Всех, кто выполнял в годы правления Гитлера, в годы фашистской Германии, свою работу. Такую же работу. Пек хлеб, сажал картофель, чинил одежду. И насколько судьи должны защищать законы своей страны, а если они не защищают законы своей страны, не являются ли они предателями? Очень, казалось бы, непростые такие вопросы. А с другой стороны, очевидно, что пекари, булочники, садоводы и так далее, за ними ведь все-таки не стоят человеческие жизни, потому что за подписями, под документами, под какими-то совершенно зверскими приговорами стояла человеческая жизнь, человеческая судьба. Поэтому этот фильм, он такой, конечно, очень непростой. Но мне кажется, что, знаешь, самая такая интересная задача, он учит не навешивать все равно ярлыки, потому что в этом фильме, как бы, казалось бы, мы вроде как сразу готовы расставлять роли, но там не все так очевидно. Ну, не зря Шелл выиграл Оскар за свою роль. Он действительно лучше всех сыграл в этом фильме. Так как он улыбался, даже какой-то поворот его головы показывал вот эту его роль, что все-таки он защищает этих нацистов с какими-то своими вот внутренними убеждениями, что вот они были правы. И он австриец по национальности, хотя он не жил, даже когда был аншлюз Австрии, он не жил при Гитлере, потому что его родители сразу же уехали в Швейцарию, и он, в общем, рос в Базеле. Но, тем не менее, он, как немецкоязычный, да, человек, он прекрасно понимал, о чем говорят немцы, что они считают, это ведь 61-61 год. Это вот буквально война закончилась очень недавно. И суды эти прошли недавно, и все это было вот на устах, в общем, у людей. И он очень хорошо сыграл роль, потому что наверняка были в Германии вот люди, которые действительно считали, что, ну, что вот, не знали они, что вот такое происходит. Не виноваты они. И он вот сыграл такого человека. И вот эти все вопросы, такие, самооправдательные вопросы, что, типа, ну что, вот был же пакт Молотова-Риббентропа, ну вот был, аминский хизов, сговор был, а вот дельцы американские продавали оружие. Получаю, это все виноваты. Че ж, типа, только нацистов судят. Но мы в один момент видим, как этот суд неожиданно превращается из суда над нацистами в тот суд, который был бы в 30-х годах в самой нацистской Германии. Потому что вот этот адвокат, этот адвокат Ганс, который вот в Шелл играет, он его прямо-таки превращает вот в этот суд. И мы видим, какими были те суды вот из-за него, из-за вот этой вот, ну, прекрасно сыгранной роли. И мы видим, насколько отвратительные, насколько он, как стараясь играть обвинителя, когда он задает вопросы этой женщине, когда он задает вопросы этому мужчине, который в Германии обвиняли за такие, ну там, за национальность. Вот и все. И мы видим, сколько это отвратительно. И именно вот за счет роли Максимилиана Шелла, который сыграл этого адвоката, который в один момент превращается в нацистского обвинителя, и там кричит. И мы видим, что люди просто перед ним сидят, ну, разбитые. Вот это разбитые судьбы. Вот они были веселыми, хорошими людьми. А потом нацистская Германия просто стерла их. И вот они, ну, не сказать, что стертые люди, не сказать, но их жизнь, в общем, совершенно вот сейчас уже иная. И это на них такая, такая на них вот эта печать. И после этого мы понимаем, что да, конечно, виновны эти судьи, эти обвинители виновны. Потому что они, зная, что это неправильный суд, все равно выносили приговоры. И как признается один из этих обвиняемых. Главный обвиняемый Эрнст Яненко. Да, что когда он заходил в зал суда, то приговор был написан. И мы-то сейчас понимаем, да. Мы, я вот часто бывал в судах, и я бывал на судах, где было очевидно, что приговор написан. Да и многие журналисты, которые в Москве бывали на судах, на политических процессах, они прекрасно понимают, о чем идет речь. Это, кстати, один из таких больших триггеров для меня в этом фильме. Речь Эрнста Яненга, когда он все расставляет по своим местам, и когда он признается, что, да, он выходил, заходил в зал суда, когда уже у него было на руках готовое решение. То есть это был не суд, это было жертвоприношение. И да, я вспоминала, конечно, суды. Я вспоминала свою работу в том числе. Я на судах была не так часто, но я писала новости. И когда-то было время, когда мы делали две заготовки. Мы делали заготовку с оправдательным приговором, мы делали заготовку с обвинительным приговором. К сожалению, последние громкие дела в России Яшин, Навальный, Сафронов, к сожалению. Мы все, очевидно, знали, какой будет итог. Мы все в шоке от того, какой дают срок. Приговор все равно ввергает нас в какое-то такое состояние. Но, тем не менее, мы понимаем, что ничего хорошего там не будет. Ты отметил адвоката, а я отмечу судью. Судью, которого сыграла Спенсер Трейси, Дэн Хейвуд. И мне кажется, что очень большая и очень такая сильная роль. Он же, кстати, тоже был номинирован на Оскар. То есть они вместе с Максимилианом были номинированы. И очень интересная работа, которую он провел. Вот эти вопросы, которые он задает себе и задает не только себе, но и людям, которые его окружают. Немцам, которые его окружают. Он же проводит такую очень большую исследовательскую работу не только в зале суда, но и за его пределами. Он общается с немцами и задает им какие-то очевидные вопросы. Но вы же знали, что происходит? Вы знали, что здесь неподалеку был концлагерь? Вы знали, куда отправляют этих людей? Вы знали, что с ними будет? Вы знали, что они не возвращаются потом оттуда? И эти люди отвечали ему такие вещи, которые меня ввергали в шок. Они меня, вернее, даже не в шок, они меня... Я злилась. Они меня бесили немножко. Потому что, когда они говорили, мы не интересовались политикой, а мы не ходили на митинги, мы не ходили на собрания, мы вообще ничего такого не знали. Я, конечно, вспоминала вот это вот наше излюбленное «Я вне политики». И до сих пор то, что мы слышим, до сих пор война продолжается почти год, а мы до сих пор слушаем, что люди вне политики. И вот это меня немножко злило, и я видела, как... И триггерило, опять-таки, это второй, наверное, триггер в этом фильме. Я видела, что мне кажется, что и Хейвуда, судью Хейвуда, это тоже немножко злило, удивляло. Ну, и еще очень важный вопрос. Вот ты сказала про вот эту жертву, о которой говорит россиянин, что вот очень плохо жилось в Веймарской Германии, была безработица, ну, вот это мы все знаем из истории. И что вот пришел Гитлер, стало как-то налаживаться жизнь, там какие-то дороги стали строиться, работа появилась. И он сказал, что... Он понимал, что это неправильный суд, но он считал, что нужно какую-то принести жертву, чтобы вот страна жила лучше. И это очень важный вопрос. Что важнее? Вот можно ли человека, в прямом смысле, принести в жертву или какую-то группу людей, принести в жертву интересам страны? Что важнее? Интересы страны или вот каждый конкретный человек и нельзя осудить человека неправедно, незаконно, только потому, что вот ты считаешь, что это какая-то жертва, которая к чему-то на таком приведет. При этом мы, в общем, знаем из истории, к чему это привело. Мы видим в начале фильма этот разрушенный Нюрнберг, к которому едет судья. И мы видим, где живет, например, героиня Марлин Дитрих. Вдова. Вдова доказненного генерала. Хотя генералов не казнили на самом деле, но вот у Крамера все на самом деле жестко. Потому что и вот эти в судебном процессе, в Нюрнбергском процессе над судьями, которых было гораздо больше, чем 4, там не то чтобы всем был приговор пожизненный, там всего несколько человек, которым был пожизненный приговор, а там остальным кого-то даже оправдывали, кому-то там 3-5 лет. И потом они все вышли уже в 50-е. Я так понимаю, что к созданию вообще этого фильма, в принципе, их уже выпустили. Уже не было ни одного. Ну вот в американской зоне оккупации к тому моменту не было кого-то высидел из нацистских преступников. Ну вот там в начале тех, кого приговорили к казни, их уже казнили, а тех, кого приговаривали к пожизненным заключениям, приговоры либо пересматривались, либо они выходили досрочно, сильно досрочно в общем. В 55-м году или в 6-м уже выходили. Вот, ну и Крамер вот этот вопрос ставит, что, что вот важнее, человеческая жизнь или интересы государства. И мы видим из истории Германии, что когда интересы государства ставятся выше, это приводит к фашизму, к нацизму, к смертям, и в конце концов, к разрушению страны, в которой ставились интересы, вот, якобы, государства, выше интересов людей, какие-то групп лиц. И даже мы все знаем о концлагерях, о том, что сжигали и евреев, и сжигали и советских граждан, и вообще вот многие там и цыган. Но здесь делается вот такой акцент на людях, которых стерилизовали. Причем из-за того, что они, ну, были других политических убеждений. И мы видим вот этих людей, как они раздавлены. А эти судьи и обвинители, да и адвокат вот этот, он так спокойно об этом рассуждает, что, ну, вот, надо было государству. Ну, так иногда государству надо, чтобы вы пошли убивать кого-нибудь в другую страну. Может быть, надо как-то думать головой своей? И в этой же фразе Янин, когда говорит о том, что они думали, что это будет какая-то временная мера, временная фаза, пока эта временная фаза не стала образом жизни. И это тоже такое очень грустное и очень схожее, наверное, с тем, что происходит сейчас в России, образ жизни. То есть вот эти какие-то события, которые происходят в нашей стране, они как будто бы людей уже не очень волнуют и уже не очень удивляют и не очень злят. Они как-то вообще перестали вызывать у них какие-то эмоции, у нас какие-то эмоции. И, конечно, мне кажется, этот фильм заставляет немножко задуматься, в том числе и о том, сделал ли ты все для того, чтобы не стать винтиком в этой машине. И чиста ли твоя совесть. И там очень много, кстати, моментов еще про коллективную ответственность, что, наверное, ждет и нас, естественно, всех. Ну, вот я не согласен с коллективной ответственностью. Там есть очень много немцев в этом фильме, которые сидят там, пьют пиво в барах или работают вот, да, вот, допустим, на этого судью там помогают, ему там еду ему готовят, они тоже немцы. Их же никто не привлекает к суду. Как раз-таки коллективной ответственности там нету. Этот адвокат не передергивает. Он говорит, если вы осудите их, то вы осудите весь немецкий народ. Но это неправда. Этих людей судят за конкретные преступления в конкретных делах. Им эти дела предлагаются суду. И говорится, вот это был суд, где вот этот человек приговорил другого человека к стерилизации. Вот за это его нужно посадить в тюрьму. А тех немцев, которые занимались тем, что хлеб пекли, их никто к ответственности не привлекал. С одной стороны, да, но с другой стороны, они, знаешь, постоянно же говорят о том в этом фильме. Мне кажется, в этом тоже непростой акцент на том, что нам нельзя жить прошлым, нам нужно все это забыть, нам нужно жить будущим, нельзя оборачиваться назад. Они же часто об этом говорят, вот эти простые люди. Но мы же знаем спустя годы, что так просто все это не прошло. И мне кажется, что Германия с большим достоинством, очень тяжело, но с большим достоинством несла вот это бремя. И сейчас, там, не знаю, весь Берлин же пропитан вот этими, пронизан этими какими-то мемориалами, скульптурами, экспозициями. Они сами не забыли и не дают миру забыть о том, что произошло. Да, но это вот сами немцы, они проделали такую вот большую работу, и мы тоже знаем из-за тех же опросов, что очень долгое время тот же самый Гитлер был популярным политиком в Германии, даже несмотря на то, что вот на поражение в Второй мировой войне. Но, да, сейчас немцы больше, чем остальные. В общем, они научены этому в школах, это мучат, есть мемориалы у них на территории. И в целом, в общем, этот фильм, вот чем он хорош, он из очень далекого прошлого для нас. Да, это 60 лет прошло с момента того, как он вышел, а со съемок еще больше. И мы действительно видим, о чем тогда люди думали. Вот буквально его снимали победители в войне, непосредственные победители о побежденных, о суде над ними. И те вопросы, да, вот этот адвокат, это же совершенно не односторонний фильм. Удивительно, что спустя всего 16 лет после окончания войны снимает фильм, где вот предлагает список, оправдательный такой список, типа вот, почему они могут быть не виноваты. И потом это все опровергается, причем очень так красиво. И вообще этот фильм очень красиво и композиционно построен. От него прям не оторваться, прям вот как вот по науке, как кино надо снимать, вот это, какой вот он и есть. Несмотря на то, что он снят 60 лет назад. Я когда смотрела, думала еще и про Гагу, условную или конкретную Гагу, и я вот думала, что, наверное, на этом суде не будет столько чести. Нам все равно пытались показать, что на нем какая-то вот осталась, осталось хоть какое-то достоинство. Вот мне кажется, на том суде, наверное, такой чести не будет. Субтитры сделал DimaTorzok